Впервые во владениях знаменитого селекционера и садовода Валерия Железова мы побывали в морозном январе. Тогда, конечно, невозможно было в полной мере понять причину, по которой ученые и коллеги садовода и со всей страны едут в Красный Хутор, чтобы перенять уникальный опыт. По приглашению Валерия Константиновича мы вновь оказались в маленьком поселке на берегу Енисея. Во владениях Железова созрел урожай не совсем традиционный для сибирского климата культуры – абрикоса. Как же удается в зоне рискованного земледелия много лет успешно собирать сотни ведер достаточно крупных и очень вкусных плодов. Существуют абсолютно неправильные приемы посадки тех же саженцев. То есть, если взять самый лучший саженец, самый крепкий в мире и посадить так, как учат с одной стороны средства массовой информации и так, как уже общепринято, то это верная смерть в большинстве случаев или короткий век. От этого надо будет уходить, иначе не будет такой роскоши. И все-таки, учитывая специфику Шушенска, я считаю так, лучше всего начинать большинству садоводов со скромных сортов. Гордость садовода и, как говорит сам Железов, надежда сибирских абрикосов – огромный маньжурец, растущий у входа в сад. Это дерево – прародитель всех тех великолепных растений, что ежегодно одаривают владельцев сада щедрыми урожаями. Главное, считает Валерий Константинович, грамотно обращаться с саженцами при посадке и выбрать для них удачное место в саду, создать условия. Кто-то из Шушенцев поставит трехметровый забор или с севера у него будет большой двухэтажный или хотя бы одноэтажный дом, и он, отступив метр с солнечной стороны, посадит абрикосы вот такие. И у него есть хорошие шансы, если они будут привиты на эти же подвойные морозостойкие маньжурцы. Придать южанам стойкости к сибирским морозам, оставив при этом субтропический аромат, сладость и урожайность – решение этой задачи наглядно демонстрирует абрикосы в саду Валерия Железова. Эти деревья пережили уже не одну суровую зиму и продолжают из года в год давать обильные урожаи. Садовод, как увлеченный художник, продолжает творить, придавая своим питомцам нужные и желаемые качества. Иногда в дело удачно вмешивается случай. Привел к кваске идеальному случаю. Предельная урожайность, так, предельная. Ярко окрашенные, нарядные плоды. Когда дозреют им, скоро они только начали еще, они еще наряднее будут. Вкус будет кисло-сладкий, кушать мы их вряд ли будем, но соки, компоты, варенье – это гарантированный вкус и качество, и витамины. И морозостойкость, не найдете морозобойник. Экскурсию по роскошному саду продолжает сын Валерия Константиновича Сергей Железов. Его вотчина – питомник саженцев самых различных культур. Ведь все качества фруктовых деревьев закладываются в самом юном возрасте. Благодаря селекционному отбору и грамотным прививкам саженцы Железовых стали брендом на рынке. Саженцы, только мы никуда не выезжаем с ними. Можно же привезти здесь. Много случаев уже было, что якобы это наши саженцы на рынке где-то там продаются. То есть только вот у нас в питомнике. Для того, чтобы как можно меньше травмировать корневую систему саженцев при пересадке, Железовы используют очевидные однокаретки в промышленных питомниках прием. Каждое деревце растет в отдельном контейнере. И при передаче будущим владельцам Сергей маркером рисует метку ориентир для правильного расположения по сторонам света. Всем известно, что с севера меньше солнечных лучей. Если посадить его неправильно, будут солнечные ожоги с северную сторону на юг и наоборот. И он будет болеть, дольше приживаться. То есть несмотря на то, что он в горшке, то есть закрытая корневая система, то есть как бы приживаемость лучше должна быть, но он будет дольше болеть. Соответственно, плодоношение отодвигается у нас. Своими секретами садоводы Железовы готовы делиться со всеми желающими. Уже несколько лет тут проходят настоящие семинары для увлеченных садоводством. Но даже просто приобретая здесь саженец, вы получите очень ценные рекомендации, а при необходимости и мастер-класс. Ксения Соковикова, Игорь Скоробогатов, Шушинское телевидение.